65 лет со дня рождения Героя России Канамата Баташева. Во Дворце культуры Черкеска вспоминали его жизненный путь, его подвиги. «Мы гордимся каждым участникам специальной военной операции, и все они для нас герои», — говорили выступавшие на памятном вечере. Репортаж Дарит Эндит. Слова обладают удивительным свойством, особенно те, которые идут от чистого сердца. Почтить память генерал-майора, лётчика Аса Канамата Баташева собрались представители власти, общественных организаций, друзья, близкие и сослуживцы. Яркий пример служения Отечеству и огромный пример для нашей современной молодёжи. Он простой в общении, простой в быту, но он был настоящим патриотом и сыном своей Родины. И мы сегодня очень большое внимание уделяем тем героическим поступкам наших простых ребят, которые отстаивают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. Наш мужественный соотечественник прошёл путь от курсанта Высшего авиационного военного училища до генерала-майора российской армии. Выполнив свой воинский долг до конца, Канамат Баташев по праву занял место в едином строю героев нашей страны. Канамат Баташев совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Канамату Хусеевичу присвоено звание героя посмертно. Светлая память нашего земляка увековечена в памятниках, в названиях улиц и площадей. Он является достойным примером не только для молодого поколения, но и для всей России. И вот жизнь Канамата Хусеевича – это след, это светлый след, как белая полоса, след истребителя, оставленный на голубом небосклоне, которого может следовать каждый молодой человек. Жизнь Канамата Хусеевича – это как вечный гимн, гимн мужества, гимн самоотверженности, гимн преданности своему делу, своему государству. Присутствующим в зале был представлен отрывок из документального фильма «Крылья». Эта кинолента была создана сотрудниками киноучреждения «Кубань кино». В эти памятные дни показ проходил в Египте, Сирии и Ордании в Южной Корее фильм, также переведен на английский язык. Когда мы узнали его гибели, как бы сразу родилась идея снять о нем фильм. Мы подумали, что вот это настоящий герой, это герой, о котором должны все знать. И у нас была основная цель – донести его имя, его подвиг, его такой весь летный путь для каждого жителя России. Фильм идет сейчас, еще раз я уже сказала, во многих городах России, и значит память о Канамате жива и будет жить вечно. Его подвиг служит ярким примером мужества, долга и чести. Он был скромным, порядочным, умел дружить и был настоящим интернационалистом, вспоминает его сослуживец Андрей Калашников. За все время прохождения службы только положительные эмоции. Действительно, я как летчик говорю, что данные у него летные, и это подтверждает слова моего брата, с самого высокого уровня. Действительно, это не пустой звук, это настоящий летчик с высокой профессиональной подготовкой. Память героя России собравшиеся почтили минуты молчания. От лица родных и близких хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто проводит эту большую работу по увековечению памяти о его имени, о ее героическом подвиге. А также выразить огромную благодарность всем собравшимся здесь, в этом зале, которые пришли почтить память о нем и разделить с нами боль нашей невосполнимой утраты. Память о Канамате Баташеве будет жить вечно в сердцах благодарных жителей его любимой республики и в многовековой истории Великой России. Дарья Тензи, Талий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.